В октябре прошлого года секция публичных библиотек Российской библиотечной ассоциации провела акцию «Лучшие библиотечные практики России-2022». На конкурсный отбор поступило более 200 работ со всех уголков страны. В числе лучших оказался туристический проект «Библиотур», представленный Одинцовской библиотекой номер один. Для сотрудников учреждения победа стала полной неожиданностью. Ну, надо же честно говорить, да. Мы благополучно забыли о том, что мы подали заявку. Мы ее подали, мы много куда подаем заявки на разные конкурсы с разными тематиками, и об этом конкурсе мы, честно говоря, забыли. Это произошло совершенно случайно, то есть мы узнали о результатах, когда мне позвонили с Комитета по культуре и сказали, смотрите запись такую-то ВКонтакте у Комитета по культуре. Проект «Лучшие библиотечные практики России» подводит итоги третий год подряд. Его цель – выявить и распространить среди коллег интересные, эффективные и перспективные программы и проекты, реализуемые в библиотеках страны. Работы участников принимают по разным направлениям. Патриотическое воспитание, экологическое просвещение, финансовая грамотность, ЗОЖ и другие. Одинцовский библиотур победил в номинации работы на территории. Проект в библиотеке стартовал весной 2021 года и успешно реализуется по сей день. Это долгосрочный проект. Он включал в себя пока один маршрут. Это архитектурные памятники города Одинцова. Это пешепознавательная прогулка по нашему городу для школьников разных возрастов. По опыту прошлых лет выяснилось, что прогулки по знаковым местам Одинцова в сопровождении интересного рассказчика, сотрудника библиотеки, вызывает большой интерес и у взрослых. Обычные мероприятия проходят в организованной группе, но бывают и случайные слушатели. У нашего сотрудника находится громкоговоритель. Благодаря этому громкоговорителю мы можем водить довольно большие группы, до 30 человек. Бывает так, что люди, проходящие мимо наших групп, останавливаются и тоже слушают наш материал. В зимнее время проект переостановлен, но прогулки с библиотуром возобновятся весной, когда наступит устойчивая плюсовая температура. Сейчас организаторы готовят новую необычную программу, но всех секретов пока не раскрывают. В этом году мы запустим новый маршрут. Называться он будет «Корнями в историю». Это маршрут по живым памятникам нашего города. Принять участие в проекте может любой желающий по предварительной записи на официальном сайте учреждения. Полина Толмачева, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.